Отчет ради отчета на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям руководители дорожных служб Бийска рассказали о готовности своих предприятий к зиме. Никаких вопросов доклады не вызвали. Дебаты развернулись на другие темы. В частности, волну негодования вызвала работа обслуживающих организаций в зимний период, а именно говорили о некачественной и несвоевременной уборке дорог и тротуаров. Вашу технику по центральной улице где нужно видеть? Вы говорят, Васильево почистит, Ленинградское место. Вы видите технику на улице. А где ее видите еще? Кроме на Васильево нет? В основном техника работает ночью. А мы, когда ее на центральной улице, не видим ни ночью. Как не видите ночью? Вы еще не понимаете, поэтому туда обращаться. Где видите эту технику, понимаете? Как где? На дорогах. Претензии в адрес дорожников высказывали долго и эмоционально. Нарекания на работу предприятий звучали от жителей разных районов. Поэтому краснеть пришлось руководителям обоих предприятий, занимающихся обслуживанием городских дорог. Это и Приобская ДЭО, и Восточный дорожник. Отметим, что согласно отчету у последнего на балансе 38 единиц техники. Из них почти половина – это самосвалы. При этом всего три грейдера и один снегочиститель. В западной части города ситуация немного лучше. При этом дорожники отчитались, что договорились с коллегами о привлечении дополнительной техники в случае ЧАЭС. Добавим, что во время обсуждений чиновники встали на защиту коммунальщиков, оправдав их нерасторопность скудным финансированием. Напомним, что цена годового контракта на обслуживание городских дорог составляет 85 миллионов рублей. При сильных снегопадах у нас застревает автотранспорт на дорогах, которые несвоевременно, будем говорить, очищены. Я считаю, что это все-таки недоработка идет с вашей стороны, если машины застревают на дорогах. Я бы здесь немножко поправила не просто по нашей вине, у нас идет текущее содержание. Если будут такие коллапсы, как в прошлом году, у нас будет привлекаться дополнительная мощная техника.